Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Передаёт Вашингтон Пост. В Украине война с постепенными успехами, а контрнаступление застопорилось. Запорожье, Украина. Солдаты 47-й отдельной механизированной бригады дождались наступления темноты, прежде чем нервно, но уверенно погрузиться в предоставленные США боевые машины Брэдли. Это было 7 июня. И долгожданное контрнаступление Украины вот-вот должно было начаться. Целью первые 24 часа было продвинуться почти на 9 миль и достичь села Работайн. Первоначальный бросок на юг более крупные цели вернуть Мелитополь, город недалеко от Азовского моря и перерезать российские пути снабжения. Ничего не пошло по плану. Это вторая из двух частей, посвященных к украинскому контрнаступлению, начавшемуся в июне. Часть вторая. За три месяца репортеры в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Риге, а также в Киеве и вблизи линии фронта в Украине, пообщались с десятками украинских офицеров и военнослужащих, а также с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и стран Европы, чтобы изучить, как разворачивалось контрнаступление на местах, а также расширяющиеся разногласия между Киевом и Вашингтоном. The Post поговорила с бывшими российскими военнослужащими, воевавшими на войне, а также с российскими военными блогерами и аналитиками. Репортеры Вашингтон-Пост, фотографы, помощники новостей и советники по безопасности проехали сотни миль по Украине, чтобы поговорить с солдатами и правительственными чиновниками для этой серии. Журналисты неоднократно посещали линию фронта в Запорожской и Донецкой областях, в том числе в составе боевых частей в радиусе 5 миль от российских войск. Украинские войска ожидали появления минных полей, но были ошеломлены их плотностью. Земля была усеяна взрывчаткой так много, что некоторые были закопаны штабелями. Солдаты прошли обучение вождению своих Брэдли на базе в Германии, на гладкой местности. Но на рыхлой почве Запорожья, в оглушительном шуме боя, они с трудом пробирались по узким переулкам, расчищенным от мин передовыми частями. Русские, расположившиеся на возвышенности, немедленно начали стрелять противотанковыми ракетами. Некоторые автомобили в колонне были подбиты, в результате чего другие, следовавшие за ними, съехали с дороги. То есть, в свою очередь, порвались на минах, отрезая еще большую часть колонны. Российские вертолеты и беспилотники атаковали скопления. Войска, некоторые из которых испытали шок от боя впервые, отступили, чтобы перегруппироваться, только для того, чтобы атаковать и отступать снова и снова в последующие дни, с теми же кровавыми результатами. «Это был адский огонь», сказал Олег Сенцов, командир возвода 47-й дивизии. К четвертому дню генерал Валерий Залужный, высший главнокомандующий Украины, увидел достаточно. Поле боя было усеяно сожженной западной военной техникой, американскими «Брэдли», немецкими танками «Леопард», трайщиками. Число убитых и раненых подорвало боевой дух. Залужный приказал своим войскам приостановить наступление, прежде чем будет уничтожено какое-либо ограниченное вооружение Украины. Вместо того, чтобы пытаться прорвать оборону России с помощью массированной, механизированной атаки и поддержки артиллерийского огня, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты будут идти пешком, небольшими группами, примерно по 10 человек, процесс, который спасет технику и жизни, но будет намного медленнее. Месяцы планирования Соединенными Штатами были отброшены на четвертый день, и без того отложенное контрнаступление, рассчитанное на то, чтобы достичь Азовского моря в течение двух-трех месяцев, практически остановилось. Вместо того, чтобы совершить девятимильный прорыв в первый день, украинцы за почти шесть месяцев с июня продвинулись примерно на 12 миль и освободили несколько деревень. Мелитополь еще далеко не досягаем. Этот отчет о том, как разворачивалось контрнаступление, является вторым в серии, состоящей из двух частей, и освещает жестокие и зачастую тщетные попытки прорвать российские линии, а также растущий раскол между украинскими и американскими командирами по поводу тактики и стратегии. В первой статье рассматривалось планирование операции Украины и США. Эта вторая часть основана на интервью с более чем 30 высокопоставленными военными чиновниками Украины и США, а также более чем двумя десятками офицеров и военнослужащих на передовой. Некоторые официальные лица и солдаты на условиях анонимности рассказали о военных действиях. Ключевые выводы из отчетов о компании включают. 70% военнослужащих, одной из бригад, ведущих контрнаступление и оснащенных новейшим западным вооружением, вступили в бой без боевого опыта. Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с Соединенными Штатами по поводу того, как лучше всего прорвать глубокую оборону России. Командующий силами США в Европе не мог связаться с высшим командующим Украины в течение нескольких недель в начале кампании из-за напряженности по поводу предугадывания американцами решений на поле боя. Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Американские военные чиновники пришли к выводу, что Украина не владела базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как ударные дроны и другие технологии изменили поле боя. В целом, Украина вернула себе лишь около 200 квадратных миль территории, ценой тысяч убитых и раненых, и миллиардов западной военной помощи только в 2023 году. Спустя почти шесть месяцев, после начала контрнаступления, компания превратилась в войну с постепенными успехами. Влажные траншеи в стиле Первой мировой войны пронизывают восточную и южную Украину, а небо над головой заполонили разведывательные и ударные дроны. Москва наносит ракетные удары по гражданским объектам в украинских городах, в то время как Киев использует как западные ракеты, так и отечественные технологии для нанесения ударов далеко за линией фронта в Москве, в Крыму и на Черном море. Но территориальные линии июня 2023 года практически не изменились, а президент России Владимир Путин, в отличие от молчания, которое он часто сохранял в первый год войны, при каждой возможности трубит о том, что он называет провалом контрнаступления. Что касается контрнаступления, которое якобы застопорилось, то оно полностью провалилось, заявил Путин в октябре. Подготовка к бою 16 января, за пять месяцев до начала контрнаступления Украины, генерал Марк Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США, посетил солдат 47-го полка, всего через несколько дней после того, как подразделение прибыло на полигон Графенвер в Германии. Милли, за которым следовал штаб и высокопоставленные военные чиновники, базирующиеся в Европе, зигзагом бродил по грязному и прохладному тренировочному полигону, подшучивая над украинскими солдатами и наблюдая, как они стреляют по недвижным целям из винтовок и пулеметов М240Б. Установка использовалась для обучения небольших групп украинских солдат с 2014 года, когда Россия вторглась и незаконно аннексировала украинский полуостров Крым. В ожидании контрнаступления усилия были расширены. Через них одновременно проезжали один или несколько батальонов численностью около 600 украинских солдат. В белой полевой палатке Миле собрался с американскими солдатами, наблюдавшими за учениями, которые рассказали ему, что пытаются повторить российскую тактику и построить некоторые траншеи и другие препятствия, с которыми украинцы столкнутся в бою. «Все дело в том, чтобы они могли добиться успеха в борьбе с русскими, чтобы они были в состоянии и вести огонь, и маневрировать», сказал Миле, в общих чертах описывая суть общевойсковой стратегии контрнаступления, которая требовала скоординированных маневров массированных сил пехоты, танков, бронетехники, инженеров и артиллерии. Если бы это были Соединенные Штаты или НАТО, операция также включала бы разрушительную авиацию для ослабления противника и защиты войск на земле, но украинцам пришлось бы довольствоваться небольшим количеством или вообще ничем. 47-я дивизия была выбрана в качестве силы прорыва на острие контрнаступления и должна была быть оснащена западным оружием. Но когда Миле совершал обходы и беседовал с украинскими солдатами, от молодых людей возрасте от 20 до новобранцев среднего возраста, многие из них говорили ему, что только недавно оставили гражданскую жизнь и не имеют боевого опыта. Миле промолчал. Но позже, на встрече с американскими тренерами, он, похоже, осознал масштаб предстоящей задачи. «Отдайте им все, что у вас здесь есть», сказал он. 47-я дивизия была недавно созданным подразделением, предназначенным для обучения в Германии. Военное руководство Украины решило, что более опытные бригады будут сдерживать русских зимой, а свежие солдаты сформируют новые бригады, пройдут обучение за рубежом, а затем возглавят боевые действия весной и летом. Более чем год войны, в ходе которой, по оценкам Запада, погибло и было ранено до 130 тысяч военнослужащих, нанес тяжелый урон вооруженным силам Украины. Даже самые закаленные в боях бригады теперь в основном состояли из призванных пополнений. По словам одного из старших командиров бригады, около 70% солдат 47-й дивизии не имели боевого опыта. Руководство 47-го полка также было поразительно молодо. Его командиру, хотя и закаленному в боях, было всего 28 лет, а его заместителю 25. Их молодость считалась преимуществом. Молодые офицеры усвоят тактику НАТО, не затронутую советским способом ведения войны, который все еще использовался в некоторых частях украинской армии. Некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не осознают масштабы конфликта с более сильным противником. Наличие огромного количества дронов, укреплений, минных полей и так далее не учитывалось, рассказал боец 47-го с позывным Джокер. По его словам, украинские солдаты привезли свои собственные дроны, чтобы отточить свои навыки. Но инструкторы сначала отклонили просьбу об их интеграции, поскольку программы обучения были заранее определены. По словам представителей США, позже было добавлено использование дронов после комментариев украинцев. По словам Джокера, у американской программы есть свои преимущества, в том числе расширенная подготовка в условиях холодной погоды и умение корректировать артиллерийский огонь. Но многое было отброшено, когда полетели настоящие пули. «Нам пришлось совершенствовать тактику во время самого боя», — сказал он. «Мы не могли использовать его так, как нас учили». Официальные лица США и Украины заявили, что никогда не ожидали, что два месяца обучения превратят эти войска в силы, подобные НАТО. Вместо этого намерение состояло в том, чтобы научить их правильно использовать свои новые западные танки и боевые машины и, цитата, «научить их основам стрельбы и передвижения», — конец цитаты сообщил высокопоставленный американский военный чиновник. Нет приказа атаковать. Когда весной солдаты 47-й дивизии вернулись в Украину, они ожидали, что контрнаступление начнется почти немедленно. В начале мая бригада перебазировалась ближе к линии фронта, спрятав свои брэдли и другую западную технику в лесах сельской местности Запорожья. Знаки различия 47-го полка на машинах были скрыты на случай, если местные жители, симпатизирующие Россией, могли раскрыть их местонахождение. Но прошли недели, а приказа атаковать не было. Многие в отряде считали, что элемент неожиданности утерян. «Политическое руководство почти год не должно было объявлять о нашем контрнаступлении», — сказал один из командиров 47-й дивизии. «Враг знал, откуда мы придем». Миле и другие высокопоставленные военные офицеры США, участвовавшие в планировании наступления, выступали за то, чтобы украинцы сосредоточили силы в одном ключевом месте — в Запорожье, чтобы помочь им преодолеть жесткую российскую оборону и обеспечить успешный прорыв в наступлении на Мелитополь и Азовское море. Украинский план, однако, заключался в наступлении по трем направлениям — на юг, по двум разным путям к Азовскому морю, а также на востоке Украины, вокруг осажденного города Бахмут, который русские захватили весной, спустя почти год долгих боев. Украинские военные лидеры решили, что размещение слишком большого количества войск в одной точке на юге сделает силы на востоке уязвимыми и позволит русским захватить территорию там и, возможно, в Харькове, на северо-востоке. Чтобы разделить российские силы в Запорожье, украинские бригады морской пехоты на западной окраине соседней Донецкой области будут продвигаться на юг к прибрежнему городу Бердянск. В результате 47-я и другие бригады, входящие в состав того, что Украина называла своим девятым корпусом, должны были атаковать вдоль главного направления контрнаступления в направлении Мелитополя. План предусматривал, что 47-й и 9-й корпуса прорвут первую линию обороны русских и захватят Роботайн. Затем 10-й корпус, состоящий из украинских десантников, присоединится к бою второй волной, продвигающейся на юг. «Роботайн будет простой двухдневной задачей», сказал командир боевой машины Брэдли под позывным «Француз». Майнинг всех подходов Через несколько дней после начала контрнаступления Александр Сак, тогдашний командир 47-й дивизии, посетил российские позиции, захваченные его войсками. Среди другой брошенной техники он отметил противодронные орудия, тепловизионные прицелы и небольшие дроны-разведчики. «Я понял, что враг подготовился», сказал он. «Мы не застали их врасплох. Они знали, что мы приедем». Также остались плакаты российской пропаганды. На одном из них было изображение публично целующихся мужчин с красным знаком «Экс» рядом с изображением мужчины и женщины с двумя детьми. «Борьба за традиционные семьи», гласил плакат. Сак также нашел карту, которую русские использовали для обозначения своих минных полей. Всего на одном участке фронта около 4 миль в длину и 4 миль в глубину значилось более 20 тысяч мин. «Я бы не сказал, что это было неожиданно, но мы недооценили это», сказал Сак. «Мы провели инженерную и воздушную разведку, но многие мины были замаскированы или закопаны. Помимо мин, расположенных на линии фронта, были мины и глубже, в позициях противника. Мы миновали вражеские позиции и столкнулись с новыми минами, там, где, как нам казалось, их больше не было». Главный дрон-сержант 47-го полка рассказал, что только пешком они нашли ловушки с дистанционным подрывом, назвав свое открытие сюрпризом. Американские военные чиновники считали, что Украина могла бы добиться более значительного прогресса, если бы более широко использовала наземные разведывательные подразделения и уменьшила свою зависимость от изображений из дронов, которые не были в состоянии обнаружить закопанные мины, растяжки или мины-ловушки. Запорожская область в основном состоит из плоских открытых полей, и русские выбрали именно возвышенность для строительства ключевых оборонительных сооружений. Отсюда, по словам солдат и официальных лиц, российские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами, ждали колонны боевых машин Брэдли и немецких танков Леопард. Машина разминирования всегда возглавляла группу, и ее первыми атаковали с помощью разведывательных дронов. «Мы постоянно сталкивались с противотанковым огнем и уничтожали до 10 российских противотанковых ракетных комплексов в день», — сказал САК. «Но», — добавил он, «день за днем они задействовали все больше систем. По словам высокопоставленного представителя Украинского министерства обороны, около 60% украинского оборудования по разминированию было повреждено или уничтожено в первые дни». «Опора наших партнеров на маневр танков и прорыв не сработало», — сказал чиновник. «Нам пришлось изменить тактику». В течение недели, после начала контрнаступления, группы саперов должны были работать в сумеречные часы, когда было достаточно светло, чтобы можно было разминировать вручную, но не настолько ярко, чтобы русские могли их заметить. Как только они расчистят небольшой путь, за ними последует пехота — медленное, изнурительное продвижение по одной лесной полосе за раз. Зачастую, когда украинские солдаты добирались до российского аванпоста, они обнаруживали, что он тоже заминирован. И вместо того, чтобы отступить, российские войска удерживали свои позиции даже под сильным артиллерийским обстрелом. А это означает, что украинцам придется вступить в ближний бой с применением стрелкового оружия, чтобы продвинуться вперед. По всей Запорожской области россияне развернули новые подразделения под названием «Шторм-Зи», состоящие из бойцов, набранных из тюрем. Бывшие заключенные нападали волнами людей, называемыми «мясными штурмами» и использовались для сохранения более элитных сил. В районе Работайна, села которого 47-я дивизия должна была достичь в первый день контрнаступления, «Они смешались с российской 810-й гвардейской бригадой морской пехоты и другими формированиями регулярной армии». «Работайн был одним из самых сложных заданий», сказал член 810-го инженерного подразделения в интервью провоенному российскому блогеру. «Нам пришлось сделать все возможное, чтобы не дать противнику прорваться. Нам, как саперам и инженерам, приходилось минировать все подходы как для пехоты, так и для ее техники. Знаменитые леопарды горят, и мы постарались сделать так, чтобы они горели ярко». Флоты дронов В начале штурма Работайна высеченное в здании российское пулеметное гнездо препятствовало продвижению украинской пехоты. Компания по производству дронов из 47-го полка прислала два модифицированных гоночных дрона, начиненных взрывчаткой. Один вылетел в окно и взорвался. Другой, управляемый пилотом с позывным «Сапсан», пролетел по спирали в другую комнату и взорвал находящиеся внутри боеприпасы, по его словам, также убив несколько вражеских солдат. Это был первый этап использования небольших дронов, таких как точечная артиллерия. Операторы дронов, носящие гарнитуру, которые принимают видеосигнал с дрона в режиме реального времени, охотились за бронетехникой, используя дроны с видом от первого лица, известные как FPV. По словам операторов, FPV настолько точны и быстры, что могут поражать слабые части транспортных средств, такие как моторные отсеки и гусеницы. Но Россия также развертывает парки таких же ударных дронов ручной сборки, каждый из которых стоит менее тысячи долларов и может вывести из строя многомиллионный танк. В отличие от артиллерийских боеприпасов, которые являются ценным ресурсом как для России, так и для Украины, недорогие, одноразовые дроны FPV могут использоваться для поражения небольших групп пехоты, направляющихся непосредственно в окопы или войска в движении. Эвакуация раненых или доставка свежих припасов на передовую позицию также стали мучительными и потенциально смертельными задачами, которые часто откладывались на ночное время из-за угрозы дронов. «Поначалу наши проблемы были мины, теперь это беспилотники FPV», сказал Сенцов, командир взвода 47-го дивизиона. «Они точно поражают цель и наносят серьезный урон. Они могут вывести из строя Брэдли и, возможно, даже взорвать его. Это не прямой взрыв, но они могут поразить его так, что он загорится, не только остановить машину, но и уничтожить ее». Американские военные чиновники, опираясь на свою собственную доктрину, призвали использовать артиллерию для подавления противника, пока механизированные сухопутные войска продвигаются к своей цели. «Вы должны двигаться, пока ведете артиллерийский огонь», сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США. «Это звучит очень фундаментально, и это так, но именно так нужно бороться. В противном случае вы не сможете поддерживать необходимое количество артиллерии и боеприпасов». Но украинские официальные лица заявили, что повсеместное распространение и смертоносность различных типов дронов по обе стороны линии фронта были самым большим фактором, мешавшим украинцам и русским завоевать значительные позиции в течение нескольких месяцев. «Из-за технического развития все застопорилось», заявил высокопоставленный украинский военный чиновник. «Техника, которая появляется на поле боя, живет от силы минуту». Хаотичные условия боя 47-я дивизия заявила об освобождении Работайна 28 августа. Затем туда вторглись десантно-штурмовые подразделения 10-го украинского корпуса, но не смогли освободить другие села. Линия фронта также замерла вдоль параллельного направления на юге, где украинские морские пехотинцы вели наступление в направлении города Бердянска на Азовском море. После возвращения сел Старомайорское и Урожайне в июле и августе дальнейших успехов не произошло. В результате чего украинские силы остались далеко от Бердянска и Мелитополя. В течение всего лета самые ожесточенные бои развернулись на территории в несколько квадратных миль за пределами восточного города Бахмут вдоль третьего направления контрнаступления. Украинские военные планировщики рассматривали восстановление контроля над крошечной деревней Клещевка как ключ к достижению огневого превосходства на южных окраинах города и нарушению российских маршрутов снабжения. В июле в этот район были переброшены полицейские из недавно сформированной бригады «Люд» или «Ярость» одной из бригад, созданных прошлой зимой в преддверии контрнаступления. Бригаде, состоящих из опытных полицейских и новобранцев, было поручено штурмовать российские позиции в Клещевке, а в основном используя огнестрельное оружие и гранаты. Видеозапись операции бригады «Люта», предоставленная до «Вашингтон-Пост», и интервью с офицерами, участвовавшими в боях, показывают напряженные, а порой и хаотичные условия боя. На сентябрьском видео с телекамеры солдаты пробираются сквозь руины домов, а вокруг них грохотают тяжелые артиллерийские обстрелы. Перемещаясь от одного разбомбленного дома к другому, украинские силы обыскивают обломки в поисках оставшихся российских солдат, крича им, чтобы они сдались, прежде чем бросать гранаты в подвалы. Несколько дней спустя, 17 сентября, Украина объявила, что вернула Клещеевку. Но ее возвращение не привело к существенному изменению линий вокруг Бахмута. «Клещеевка — это на самом деле кладбище техники и российских войск», заявил командир бригады «Люд», полковник полиции Александр Нетребко. Но он также признал, «каждый квадратный метр освобожденной земли залит кровью наших людей». Разочарование нарастает. Без какого-либо большого прорыва летом американские чиновники стали все больше волноваться, что Украина не выделяет достаточной сил для южного направления, учитывая американское мнение о ее стратегической ценности. На севере и востоке генерал Александр Сырский контролировал половину украинских бригад, которые действовали от Харькова через Бахмут до Донецка. Тем временем генерал Александр Тарнавский контролировал вторую половину действующих бригад, сражавшихся на двух главных направлениях на юге. Официальные лица США считали разделение украинских сил примерно 50 на 50 неправильным и хотели, чтобы больше сил было переброшено на юг. «Конечно, противник попытается уничтожить ваши машины разминирования», сказал высокопоставленный военный чиновник США, добавив, что существуют методы их маскировки, включая использование дыма. Но оценивая подход Киева, призыв к переменам была деликатной задачей. Одним из офицеров, который сделал это, был генерал Кристофер Каволли, который в качестве главы европейского командования США курировал большую часть усилий Пентагона по обучению и оснащению украинской армии. Милли, напротив, часто говорил более оптимистично и мотивационно. Два генерала стали партнерами в борьбе за выживание Украины. Каволли, однако, не мог добраться до заложного в течение части лета критической фазы контрнаступления, сообщили три человека, знакомых ситуации. Каволли отказался комментировать этот вопрос. Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что заложный на протяжении всей предвыборной кампании общался со своим прямым коллегой Милли. К августу Милли тоже начал выражать некоторые разочарования. Он начал говорить заложному, что ты делаешь, рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена. Украинцы настаивали на том, что Запад просто не предоставляет им авиацию и другое вооружение, необходимое для успеха общевой войсковой стратегии. Вы хотите, чтобы мы перешли в контрнаступление? Вы хотите, чтобы мы показали блестящие успехи на линии фронта? Сказала Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Но у нас нет истребителей, а это означает, что вы хотите, что мы бросили наших солдат, понимаете, и приняли тот факт, что мы не можем их защитить. Когда союзники сказали нет, она сказала, мы слышали, нас устраивает, что ваши солдаты будут умирать без поддержки с неба. На августовской видеоконференции, на которой вскоре последовала личная встреча недалеко от польско-украинской границы, военные чиновники США настаивали на своей правоте. Они сказали, что понимают логику сосредоточения внимания российских сил на разных точках фронта, но утверждали, что глубоких наступлений не будет, если украинцы не сосредоточат больше сил в одной точке для быстрого и решительного движения. Залуженный в ответ четко изложил проблемы отсутствие прикрытия с воздуха, больше, меньше, чем ожидалось, и российские силы, которые впечатляюще окопались и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши. Я бы не охарактеризовал эту встречу как встреча прийти к Иисусу или какую-то грандиозную драму «идите налево, идите направо», сказал Милли в интервью. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что это обычный ход бизнеса, когда профессиональные лидеры регулярно встречаются, чтобы оценить ситуацию и происходящее изменение на местах. В июле, когда в Украине закончились артиллерийские снаряды, а контрнаступление застопорилось, администрация Байдена изменила позицию в отношении предоставления Украине артиллерийских кассетных боеприпасов. При этом президент отверг опасений Госдепартамента о том, что репутационные риски слишком высоки, учитывая историю убийств или ранений этого оружия против гражданского населения. Окончательное ключевое решение по поставкам оружия было принято в сентябре, когда администрация согласилась предоставить вариант армейской тактической ракетной системы, известной как Атакамс. Ракеты не были тем вариантом глубокого удара, который запросил Киев, и вместо этого Соединенные Штаты выбрали оружие меньшей дальности, которое сбрасывает кассетные суббые припасы. По словам украинских чиновников, несмотря на свою полезность, ни пусковые установки Атакамс, ни кассетное оружие не смогли выйти из тупика на поле боя. Как и другие стратегии, на протяжении всего контрнаступления Украина продолжала наносить удары далеко в тылу врага, стремясь ослабить российские силы и посеять панику в российском обществе. Киеву не разрешено использовать западное оружие для ударов по России, поэтому вместо него был использован парк отечественных дронов. Некоторым удалось достичь цели в Москве, а другие нанесли ущерб российским нефтебазам на Черном море. Военно-морские дроны также успешно поражали корабли Черноморского флота России. Украина недавно укрепила свои позиции в Южно-Херсонской области, разместив позиции войск на восточном берегу Риги-Днепр, но неясно, сколько вооружения, особенно артиллерии, было переброшено через реку, чтобы поставить под угрозу российские линии снабжения, идущие из Крыма. Украина перестала просить больше танков и боевых машин, несмотря на интенсивное лоббирование этого в течение первого года войны. Многие виды оружия, сказал высокопоставленный украинский военный чиновник, были актуальны в прошлом году. Замороженные линии В конце сентября на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президента Украины Владимира Зеленского спросили, почему его армия продолжает перебрасывать так много сил на восток, а не на юг. Зеленский заявил, что если россияне потеряют восток, они проиграют войну, по словам человека, знакомого с разговором. Зеленский признал, что среди некоторых его командиров существуют разные взгляды, сказал этот человек, но большинство высокопоставленных украинских военных по-прежнему считали, что переброска дополнительных войск на одном участке фронта не приведет к прорыву. Затем, в середине октября, русские попытались именно это сделать, ожесточенно напав на восточный украинский город Авдеевку, который расположен в географически стратегическом кармане недалеко от оккупированного России города Донецка. Теперь русские перешли в наступление. Четыре бригады двигались колоннами танков и бронетранспортеров и спускались на одну узкую полосу фронта. Атаку возглавили инженерные машины с тральщиками. Именно так украинцы начали свое контрнаступление. Точно так же русские понесли серьезные потери. Украинские официальные лица заявили, что более четырех тысяч российских военнослужащих были убиты за первые три недели штурма, прежде чем переключиться на спешенный подход, как это сделали украинцы. В начале октября 47-я бригада после небольшой передышки в боях вновь перешла в контрнаступление. Зеленский публично поклялся, что Украина продолжит наступление зимой, когда погода еще больше затруднит любое продвижение. Однако к концу октября войска 47-й дивизии внезапно были двинуты на восток для защиты северного фланга Авдеевки. Вместе с ними ушло и западное вооружение бригады, немецкие танки «Леопард» и американские боевые машины «Брэдли». Перебазировка в Авдеевку стала для бригады неожиданностью, но она также стала сигналом о том, что операция в Запорожье заморожена по в основном фиксированным направлениям. А в тылу, согласно спутниковым снимкам, летом и осенью русские продолжали строить оборонительные укрепления. Вокруг села Романовское к юго-востоку от Работайна были установлены противотанковые рвы и бетонные пирамиды в три глубины, чтобы препятствовать дальнейшим попыткам украинских наступлений. 1 ноября в интервью журналу «Экономист» Залужный признал то, что раньше было неверазимо, война зашла в тупик. Скорее всего, сказал он, никакого глубокого и красивого прорыва не будет. Конец статьи. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Жмите лайки и подписывайтесь на этот канал. Спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Patreon и напрямую в Ютубе «Вы мои герои». Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! I'm Israel High and God bless America! До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова